Дорогами большой войны спустя 110 лет. 60 школьников сегодня участники первого военного конфликта мирового масштаба. Условно, конечно. Во Владимире прошел историко-спортивный квест. Его тема – Первая мировая война. Великая, империалистическая, германская – все ее название. В эту войну было впервые применено химическое оружие. Военно-санитарный поезд попал в зону поражения химическим оружием. Реальные факты жуткой трагедии в истории человечества. О них наотлично знают участники квеста. Это одна из его станций. Она так и называется – химическое оружие. Раз, два, три. На делерс. Легенда этого этапа из настоящего прошлого. Его проходят ученики Ковровской православной гимназии. Санитарный поезд попал в зону спецбоеприпаса. Задачи перед ребятами две – на скорость одеть противогазы и спасти раненого бойца. Задействована вся команда. Каждый этап этой игры направлен на то, чтобы все стали дружнее, сплоченнее. А это сектор обстрела. В главной роли здесь ученики Владимирской православной гимназии. Скажи, пожалуйста, что самое сложное в этом задании? Синхронность. Команда из десяти человек разных возрастов – ключевое условие для участия в тематическом квесте. Ребята вместе едут по воображаемой железной дороге, стараются и на огневом рубеже. Ребята как бы подают в санитарный поезд, который находится под обстрелом. Их цель – помочь экипажу, собрать патроны и помочь им. Здесь зона милосердия. Перед отрядом условия развести костер и обеззаразить шприц в кипящей воде. Одно из самых сложных заданий на пути к финалу – кульминация квеста на станции «Госпиталь». Пошли. Территория задымления и еще одна цель – найти журнал с записями пациентов. Победит та команда, которая найдет его и отличится на всех этапах квеста. Такие соревнования для ребят придумала и провела команда православной гимназии областной столицы. Они получают баллы за это, за все, добывают трофеи, получают звезды, погоны и так далее. И в конце, когда они уже близко к концу, у них последний этап, я стою у этой палатки задымленной, где они и будут искать тот самый журнал. Это историко-спортивная игра, часть учебно-воспитательного проекта «Неугасимая лампада». А сам квест назвали «Милосердная сестра 1914» и приурочили к 110-летию начала Первой мировой войны. Победителями соревнований стала команда из города Оружейников – Коврово. Второе и третье места – в копилке воспитанников Владимирской православной гимназии. Победителям и лауреатам вручили сертификаты в книжный магазин. А вкусный приз – коробку с мороженым – смаковали в том числе ребята из 11-й школы областной столицы. Тоже участники исторического квеста. Наталья Забнина, Алексей Кандалов, Телеканал «Вариант».